Продолжение следует... Свойства атомов он пытался объяснить расположением отрицательно заряженных частиц электронов, вкрапленных в облако положительного заряда. Успехи экспериментальной физики изменили эти представления. И следующий существенный шаг был сделан Эрнестом Розерфордом. В 1911 году совместно с Гайгером и Марцином он исследовал прохождение альфа-частиц через металлическую фольгу. Альфа-частицы, летящие со скоростью примерно 19 тысяч километров в час, легко пронизывали фольгу. Распределение и количество вспышек на флюоресцирующем экране говорило о том, что часть частиц, проходя через фольгу, отклоняется. Перемещая экран, Розерфорд обнаружил, что примерно одна из 8 тысяч альфа-частиц не просто рассеивалась, а отражалась назад. Позднее Розерфорд говорил, это самое невероятное событие, которое было в моей жизни. Это почти так же невероятно, как если бы выстрелить 15-дюймовым снарядом в папиросную бумагу, и он, отразившись от нее, попал бы в вас. Это невозможно объяснить, если не предположить, что подавляющая часть массы атома сконцентрирована в крошечном ядре. Диаметр его столь же мал по сравнению с диаметром атома, как диаметр монеты по сравнению с гигантским лунным кратером. Так появилась планетарная модель атома. Согласно классической электродинамике, энергия такого электрона непрерывно уменьшается, и он должен падать на ядро. Излучение электрона должно иметь непрерывный спектр. В действительности спектры всех атомов линейчатые. Наиболее прост спектр водорода, состоящий из нескольких серий. Ряд линий, видимой и прилегающей к ней ультрафиолетовой области спектра, образует наиболее известную серию, серию Бальмера. Она получила название по имени швейцарского ученого, обнаружившего, что волновые числа в серии изменяются в определенной закономерности. Цифры на экране показывают длину волн в ангстремах, соответствующих линий серии. Бальмер дал эмпирическую формулу, которая позволила получить точное значение всех волновых чисел в серии. Здесь R постоянная Риттберга, а N может принимать целые значения от трех и далее. Позже оказалось, что зависимость для волновых чисел в любой из других серий водородного спектра выражается формулами, аналогичными формуле Бальмера. Формула приняла более общий вид, а величины t получили название спектральных термов. Это уравнение, применимое для спектров других атомов, но физический смысл его был не ясен. Его удалось выявить датскому физику Нильсу Борру. Он воспользовался идеей планка о квантах, мельчайших неделимых порциях энергии, излучаемой и поглощаемой атомами. Если электрон атома водорода имеет определенную энергию, то для того, чтобы эта энергия уменьшилась, должен вылететь как минимум один квант. Условно мы показываем квант в виде шарика, улетающего из атома. Энергия кванта может быть различной. Любое изменение энергии происходит лишь определенными порциями, то есть энергия электронов в атоме может принимать дискретные значения. Стал ясен смысл спектральных термов. Они пропорциональны энергии электрона в атоме. Если энергия электрона атома до изменения имеет значение Е1, а после Е2, то волновое число излучаемого кванта определяется этой формулой, где H постоянная планка, С скорость света. Бор высказал предположение, что определенное энергетическое состояние электрона в атоме соответствует определенной орбите. Чем ближе к ядру орбиты электрона, тем меньше его энергия. Бору удалось вычислить стационарные орбиты для атома водорода. Переходы электрона с дальней орбиты на орбиту менее удаленную сопровождаются излучением кванта. Спектры любых элементов — это как бы отпечатки частот всех фотонов, испускаемых атомами при переходе электрона с одной разрешенной орбиты на другую. Стационарные энергетические состояния принято изображать в виде уровней энергии. Переходы изображаются стрелками, соединяющими соответствующие уровни. В дальнейшем предположили, что электроны в атоме могут двигаться не только по круговым, но и эллиптическим орбитам, имеющим различную ориентацию в пространстве. Однако последующее развитие науки углубило представление о строении атома. Следующий шаг в развитии представлений о микромире связан с именем Де Бройля и его открытием, сделанным в 1924 году. Он обосновал двойственную корпускулярно-волновую природу микрочастиц. Волновым процессом свойственна интерференция и дифракция. При интерференции волн от двух щелей на поверхности воды по линиям узлов волны гасят друг друга. Кривая распределения интенсивности характеризуется чередованием плавно затухающих максимумов и минимумов. Если вместо волн на экран от щелей падают пучки частиц, то, согласно классической теории, на экране следует ожидать плавного распределения интенсивности с одним максимумом. Однако для электронного пучка вместо ожидаемой картины плавного изменения интенсивности характерна интерференционная картина с чередующимися максимумами и минимумами. Посмотрите, как она похожа на картину интерференции волн от двух щелей. В этом опте электронный пучок проявляет волновые свойства. Луи де Бройль выдвинул предположение, что любая материальная частица с импульсом P аналогична волне с длиной лямбда, определяемой этой формулой. С помощью этих представлений удалось объяснить, почему электрон может вращаться в атоме Бора лишь по определенным орбитам. Представим себе электрон в виде волны. Если, совершив оборот, волна придет в исходную точку в фазе с начальной волной, такая волна усиливается. Если же волна приходит в противофазе, она гасится. Орбиты, для которых справедливо первое условие, это и есть стационарные орбиты по Бору. Однако корпускулярно-волновые свойства электрона и законы его движения не могли быть выражены наглядным языком классической механики. Новая механика, в основе которой лежали работы австрийского ученого Эрвина Шрёденгера, получили название квантовой механики. Законы движения в ней выражены уравнением Шрёденгера. Здесь дельта, оператор Лапласа. М, масса частицы. Е, полная энергия частицы. У, потенциальная энергия. Волновая функция ПСИ определяет состояние частицы, вероятность ее нахождения в элементе объема. Современные представления об атоме оперируют с понятием электронного облака. Плотность электронного облака в различных элементах пространства определяется вероятностью пребывания в них электрона. Электронное облако определенной конфигурации называется орбиталью. Таким образом, современная теория отказалась от планетарной модели атома. Движение электрона удобно рассматривать в полярной системе координат, центр которой совпадает с ядром атома. Тогда положение электрона определится величиной и углами наклона радиуса вектора. Вероятность нахождения электрона в определенной области орбитали определяется квадратом модуля волновой функции. Электронные облака для различных состояний электронов однозначно ориентированы в системе координат. Обозначение орбиталей содержит информацию о форме поверхностей, ограничивающих пространство, в котором заключена большая часть электронного облака. Состояние электрона в атоме полностью определяется четырьмя квантовыми числами. Первые три определяют геометрические особенности орбитали. Главное квантовое число n определяет среднее расстояние электрона от ядра, то есть размер орбитали. Для простейшего атома, атома водорода, число n определяет энергию электрона. Квантовое число l определяет величину момента импульса электрона и характеризует форму орбитали. Квантовое число m характеризует положение орбитали в пространстве. Представить себе свойство электрона, определяемое числом s, можно по аналогии с волчком. Как бы вращающийся вокруг своей оси, электрон обладает собственным моментом импульса спином. Возможно две ориентации спина электрона в пространстве, соответствующие вращению либо по часовой стрелке, либо против. Одному отвечает значение плюс одна вторая, другому минус одна вторая. Функцию радиального распределения вероятности пребывания электрона в атоме определяют квантовые числа n и l. Это график такого распределения в зависимости от расстояния от ядра для состояния 1s. При вращении графика максимум распределения опишет круг, совпадающий по радиусу с радиусом первой круговой орбиты в модели Бора. А эта функция радиального распределения электрона имеет более сложный характер. Здесь нет такого простого соответствия модели Бора, но чем больше главное квантовое число n, тем на больших расстояниях от ядра вероятность обнаружить электрон максимально. Простейшая орбиталь отвечает состоянию электрона с квантовым числом n, равным единице, а l, равным нулю и определенной энергии. Это состояние обозначает 1s. Электронное облако здесь сферически симметрично. Получив энергию в виде кванта, орбиталь изменяется. Квантовые числа принимают значение, соответствующее новому энергетическому состоянию. Облако имеет вид гантели. Согласно принципу Паули, в атоме не может быть двух электронов с четырьмя одинаковыми квантовыми числами. И максимальное число электронов, которые могут обладать данным главным квантовым числом n, ограничено. Поскольку n определяет среднее расстояние электрона от ядра, то все электроны, обладающие одинаковым n, называют электронным слоем и обозначают определенными буквами. Зная строение атома, можно понять сущность периодической системы Менделеева. На условной схеме с круговыми орбитами объясним периодичность физико-химических свойств, открытую гениальным ученым. Фрагменты волны напомнят о волновых свойствах электрона. Первый элемент периодической системы водород имеет всего один электрон. Второй элемент гелий, два электрона. На нем заполнение первого слоя, К-слоя, заканчивается. Поэтому гелий неактивен и относится к подгруппе благородных газов. Следующий электронный слой, L-слой, может содержать 8 электронов. И заполнение его начинается с элемента лития и заканчивается неоном. Имея заполненную внешнюю оболочку, неон также неактивен, как и гелий. Периодичность свойств связана с тем, что химические свойства атомов определяются числом электронов на внешних оболочках. Несомненно, наши представления о строении атома будут еще углубляться. Ведь только в 1970 году электронный микроскоп позволил сфотографировать первый атом, атом урана, включенный в сложное органическое вещество.